Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего YouTube-канала. Совсем скоро, а именно с 20 по 24 июня, на базе нашей школы козоводства пройдет онлайн-курс «Выгодное козоводство», где мы научимся с вами зарабатывать на разведении коз, на разведении, на содержании коз. Причин создания данного курса несколько и в этом видео я хочу рассказать об одной из таких причин. Неоднократно в комментариях к моим видео на YouTube я читал о том, что молодежь не хочет заниматься сельским хозяйством, все уезжают из городов. То есть, ну, обычно это пишет не молодежь, а старожилы, сельчане, деревенские жители, люди умудренные опытом. Пишут частенько такой в комментариях, что надо же, молодой человек и так увлечен сельским хозяйством. Сейчас никто не хочет заниматься сельским хозяйством. На самом деле это не так. У меня много знакомых, кто с радостью бы занялся сельским хозяйством. Но они боятся все бросить. Когда в комментариях люди пишут о том, что молодежь стала ленива, для них проще вот за 20 тысяч, за 18 тысяч рублей охранникам, сторожам где-то работать, чем заниматься сельским хозяйством. Это не связано с ленью людей. Нет, скорее всего это не лень, а именно страх. Страх начать что-то новое. Переехать в село или те, кто живут в селе, уволиться и заняться только сельским хозяйством. Это конечно страшно. Страшно, когда у тебя семья, у тебя дети, муж, жена, престарелые родители, допустим. И очень тяжело бросить стабильность и начать заниматься козоводством, где в принципе непонятно для многих, что будет ли отдача или не будет. Пусть да, зарплата 18-20 тысяч рублей, где-то в торговом центре человек работает, но они же стабильные. Каждый месяц человек получает эти 18 или 20 тысяч рублей. И не так-то просто с такой зарплаты накопить, отложить для того, чтобы заняться своим бизнесом. Прям с нуля открыть козью ферму, построить сыроварню и начать зарабатывать. Да, можно взять кредит, можно взять субсидию. Многие конечно боятся это делать, а вдруг не потянут. То есть здесь нужно просто войти в положение молодежи современной. Я серьезно говорю, что многие любят животных, многие рады бы переехать в село. И многие понимают, что и для детей лучше, когда они растут в селе, чем они растут в городе. Просто есть страх, есть волнение. И это нормально, это естественно. Очень тяжело отказаться, пусть от минимальных благ, но стабильных. И это одна из причин, почему был создан курс «Выгодное козоводство». Чтобы после обучения на этом курсе вы не боялись заняться сельским хозяйством. Есть куча разных тренингов, психологи, где они учат, что нужно выйти из зоны комфорта. Все бросить, бросьте свою работу, я не знаю, там поменяйте всю жизнь, переезжайте, начните что-то новое. Наберите кучу кредитов и так далее. Это вот пусть там психологи учатся. А у нас все-таки речь идет о козах, о козоводстве. И здесь не обязательно выходить из зоны комфорта. Нужно действительно сперва попробовать. А получится ли начать с одной козы, двух? Пойдет ли? И когда пойдет, когда получится, тогда уже будет легче уволиться с работы, заняться своим делом, своим бизнесом. Кормить население, а это благое дело. Я, несмотря на то, что университет закончил много лет назад, до сих пор вспоминаю слова нашей учительницы английского языка. Она как-то у меня спросила после занятия, что а где ты, в какой школе учился? И я на полном серьезе говорю, что я учился в средней Новотрышкинской школе Смоленского района. А что вы так спрашиваете? И она мне говорит, что, ой, Вячеслав, извините, я думала, что вы в какой-то городской школе. Может быть, я вашего учителя знаю. У вас хорошее такое произношение английского. И я думала, что кто у вас был учителем в городе? А вы, оказывается, из села. Ваших учителей я не знаю. И мы с ней разговаривали, я тогда был студентом. Я сказал, что у меня вот есть пара коз, варим сыры, продаем молоко. И преподавательница английского говорит. Тогда вот мне сказала, что вы занимаетесь правильным делом, вы на правильном пути. Сейчас все что-то покупают и перепродают. А вы занимаетесь производством. Скоро придет время, когда производство будет важнее купли-продажи. Тем более производство из сельскохозяйственной продукции. Потому что это питание. А люди всегда хотели, хотят и будут хотеть кушать. Ну и я тогда такой прям возгордился, что как здорово. Преподавательница меня похвалила, что я занимаюсь водкозаводством. А сейчас я все чаще начинаю вспоминать ее слова, что это действительно так. Это действительно так, что мы идем к тому, что сейчас важно производство. Производство молока, мяса, молочной продукции, овощей, яиц и так далее. То есть вся сельхозпродукция необходима. Это основа нашего меню. Основа нашего меню. Всегда, всегда у людей на столе имеются продукты питания, сельскохозяйственные продукты питания. Не все же у нас сплошные ешки, красители и так далее. То есть у нас и пшеница в хлебе имеется, да, и сахар полученный из свеклы сахарной. И молоко, продукты какие-то, йогурты и так далее. Молочные продукты именно, мясные продукты, полуфабрикаты пусть, но тем не менее все равно это же отрасль сельского хозяйства дает. Поэтому заниматься сельским хозяйством действительно здорово. И в этой отрасли мы чувствуем себя нужными. Мы чувствуем себя нужными. Когда мои ученики пишут о том, что приобрели новых животных, с одной козы до 20 животных дошли. И кормят соседнее население, население соседних деревень молочной продукции. Я понимаю, что и я приложил к этому руку. Здорово, что развиваются люди. Но начать страшно. Чтобы не было страшно начать, создан курс выгодное козоводство. Чтобы не бросая работу, можно было потихонечку заниматься козоводством, молочным козоводством. Реализовывать продукцию, зарабатывать, выходить на новый уровень. И на определенном из уровней вы уже поймете сами, что можно увольняться. Либо себе сократить количество числов на работе. И больше заниматься именно своим делом в области молочного козоводства. Содержать коз, разводить, реализовывать продукцию и на этом зарабатывать. Много людей, которые построили дома, заработав на козах. Я знаю таких людей. В Сибири эти люди, кто пригонял. Но сейчас, да, конечно, проблема с границами. А тем не менее, несколько лет еще назад. БМВ, Мерседесы из Германии на деньги заработанные с продажи молока и козлят. То есть, хорошее в принципе дело. И я говорю, что я зарабатывал. То есть, это сейчас вспоминаю, что у меня есть. Именно на деньги, которые я получил от реализации молочной продукции и козлят. И на рынке я стоял, торговал. Есть у меня такой опыт. И неоднократно я выходил на рынок. И будучи студентом. И потом уже живя в Москве во время отпуска. То есть, для того, чтобы наработать клиентскую базу. И визитки, и через магазины. По-разному реализовывал. Опыта у меня в реализации козоводческой продукции предостаточно. Чем я с радостью с вами и поделюсь на нашем курсе. Выгодное козоводство. Чтобы вы не боялись заниматься козоводством. Чтобы вам это было интересно. И вы могли начать свои первые робкие шаги в этой области. Зарабатывать первые деньги. Развиваться. Как можно развиваться, не зарабатывая на этом. То есть, как можно в какой-то отрасли развиваться, ничего при этом взамен не получая. Я прекрасно понимаю людей, которые... Ну, козы постоянно в убытке у них. То есть, начитались, насмотрелись. Куча денег на лекарства, на какие-то безумные корма. Безумно дорогие корма, абсолютно ненужные для коз. То есть, тратят бешеные на это деньги. И потом говорят, что козами заниматься, во-первых, невыгодно. Во-вторых, очень тяжело ими заниматься. Поэтому зачем нам обучаться, да, сейчас вот еще год-два и вообще нафиг не нужны эти козы. А почему? Потому что неправильно с ними работают. Неправильно кормят, неправильно содержат и не умеют реализовывать продукцию козоводства. Отсюда и все результаты. Чтобы у вас такого не было, жду вас на нашем курсе «Выгодное козоводство». Опубликовал в описании к этому видео ссылку на наш сайт. Пройдя по которой, вы можете оставить заявку на участие в курсе. Даже если вы работаете, вы посмотрите видео в записи. Ведь видео каждой лекции будет доступно к просмотру минимум 5 суток. Продолжительность каждой лекции – час. Поэтому после работы, выходные дни, вы посмотрите все наши обучающие занятия. Почему обучающие? Поверьте, будут еще и домашние задания для вас, которые вам необходимо будет выполнить. Те, кто уже несколько лет обучаются в нашей школе козоводства, имейте в виду, что этот курс немного по-другому преподносится. Материал курса, чем на наших обучающих лекциях по содержанию и кормлению коз. Здесь будет полнейший интерактив, наша с вами совместная работа. Благодарю за внимание и до встречи на онлайн-курсе «Выгодное козоводство».